Депутат горсовета, руководитель местного территориального общественного самоуправления и представитель газового концерна. Их можно назвать родителями проекта. Сначала председатель ТОС Наталья Маслова выиграла конкурс и получила из бюджета 300 тысяч рублей. Это позволило начать строительство. Вместе с тем сооружение оказалось не самым простым в исполнении. Нужно было основательно укреплять склон бетоном. Все это обсуждали на заседании общественного совета. Постепенно подключались в небюджетные источники. Площадку начали строить около года назад. Ее общая стоимость более 2,5 миллионов рублей. Артур занимался дзюдо, любит играть в футбол. По его словам, в Варваровке вполне можно собрать пару команд из его сверстников. До официального открытия они уже опробовали покрытие и саму площадку. Для меня счастье, что сделали такую площадку. Потому что раньше надо было куда-то в Анапу или в Суко ездить, чтобы поиграть. А тут теперь я могу просто 100 метров от дома пройти, взять мяч и поиграть. Сегодня в городской администрации решают задачу по строительству спортивных объектов шаговой доступности. Начальник муниципального управления спорта Сергей Ткаченко поблагодарил газовиков и депутата за участие в проекте, который в местной администрации назвали не иначе, как долгожданным. Наличие этого спортивного объекта позволит нам проводить муниципальный этап по мини-футболу, этап субсерского сельского округа. И с появлением этого объекта, я так думаю, что мы введем традицию в нашем округе проводить соревнования по мини-футболу на кубок главы сельского округа. Мы введем традицию, придумаем этот кубок. И наши дворовые команды сел Варваровки, Суко, Супсеха будут на этом прекрасном поле состязаться. Как пояснили общественники, на сегодня решена главная задача. В Варваровке появилось место, где жители села любого возраста могут заняться активным отдыхом. В ближайших планах посадить вокруг деревья.